ETF на настроение инвесторов. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсветник. Поговорим про ETF, который торгуется на Нью-Йоркской бирже и в который входят акции, которые вызывают наибольший интерес со стороны инвесторов, то есть вокруг которых возникает наибольший ажиотаж. Этот ETF торгуется на Нью-Йоркской бирже, то есть в США, и тем самым мы учитываем комментарии к видео, которые периодически поступают, они часто не собирают много лайков, но мы стараемся по максимуму учитывать ваши комментарии. Это комментарии, что у нас есть большой перекос в сторону российского рынка, а хочется и по-американскому тоже, чтобы обзоры были. Вот мы для разнообразия периодически будем непременно про американские бумаги тоже делать обзоры. И ETF, и дивидендных аристократов, и просто какие-то интересные акции тоже будем с вами обсуждать. И вот, кстати, здесь очень интересный комментарий был и про то, что дисбаланс есть, и про то, что клиенты Сбербанка не имеют доступа к американским бумагам. Тоже обращаю внимание, что если вы инвестор, который пользуется самыми известными брокерами, то, скорее всего, да, вот имеет место и ситуация, что самый известный брокер, самый популярный не является самым удобным. Например, Сбербанк, более 4 миллионов клиентов, это более трети общего количества инвесторов на российском рынке, и нет доступа ни прямого на американские биржи, ни даже на биржи СПБ. Есть Тинькофф, чуть более популярный брокер, номер один в России, но при этом у Тинькоффа доступ на СПБ есть, но там тоже усеченный список бумаг в Тинькове, это большая проблема. Доступа прямого, такого полноценного на зарубежные биржи у них тоже нет, поэтому обратите внимание, что, может быть, если пользуетесь популярным брокером, стоит смотреть на тех, которые менее популярны, но дают какой-то более полнофункциональный доступ не только к российским биржам, но и к зарубежным, вот. И мы, конечно, американские бумаги тоже будем обсуждать. Итак, ETF на настроение инвесторов, у него тикер баз, это BUZZ, вот, текущего цена почти 25, долларов, торгуется он на Нью-Йоркской бирже, это ETF, вот, график котировок, и он появился на биржах совсем недавно. Он начал торговаться в Нью-Йорке лишь 4 марта, то есть здесь история котировок буквально полмесяца. И, собственно, пока какие-то выводы по поводу доходности этого ETF долгосрочно мы сами сделать не сможем, потому что полмесяца это не репрезентативный промежуток времени. Но, тем не менее, рассказать саму идею данного ETF можно и какие-то определенные выводы сделать. Вот, про ажиотаж, да, инвесторов вокруг каких-то акций. Здесь мы с вами обсуждали акции компании GameStop, которая стала вот первой этой зимой, вот, в такой рубрике ажиотаж, разгон акций, когда инвесторы покупают. И акция растет не потому, что там фундаментал есть, обосновывающий этот рост, а просто потому, что многие инвесторы разгоняют ее цену, шортисты шорты закрывают, кто-то обязательно по опционам исполняет, и из-за этого цена вот так вот резко наверх идет. И вот идея, видимо, возникла. А почему бы не сделать ETF, в который будут входить акции, вокруг которых наибольший ажиотаж, и вот такой ETF от управляющей компании Vanek появился, и, собственно, торгуется на бирже более полумесяца. Значит, описание данного ETF можно найти и на сайте самой компании Vanek, и можно найти в каталогах ETF. Отметим, что на первый взгляд здесь ничего такого негативного мы не видим в описании самого ETF. Expense ratio, то есть расходы инвестора, или, по сути говоря, простым языком, комиссии, которую вы будете платить, это примерно 0,75%. Для такого рода ETF это весьма мало. Потому что большинство ETF на московской бирже имеют большие комиссии, там, процент, полтора, два. То есть в этом плане здесь мы видим небольшие комиссионные, это в процентах годовых. Соответственно, меньше процента годовых это весьма мало. Вот, можно посмотреть, что входит в данный ETF. Ну, информация публикуется с определенной задержкой, да, то есть мы прямо секунду в секунду не сможем посмотреть, да, есть определенный некоторый лаг. Вот, можно увидеть, что здесь, что вот первый момент, который отметим, позитивный, точнее, даже второй, первый, это тоже комиссии маленькие, позитивный момент в том, что здесь все-таки имеет место диверсификация. Это не история, когда вокруг геймстопа самый большой ажиотаж, и этот ETF на полный бак в геймстоп заходит, потом этот геймстоп падает, да, и, соответственно, ETF в больших минусах. Здесь все-таки есть диверсификация, текущее количество позиций на момент записи этого видео. На сайте Ванека показывается как 75, это весьма круто. Ну, и, собственно, по проценту, да, вот, значит, долян каждой акции в общем, да, вот, пуле, вот, в самом ETF'е можем отметить, что сильных перекосов здесь не наблюдать. То есть мы видим кого-то с весом 3%, кого-то с весом 2,5%, 2%. То есть диверсификация здесь весьма хорошая по разным акциям, и здесь нет какого-то, ну, знаете, перекоса в совсем мелкие компании, чтобы там, знаете, там половина портфеля в акции типа геймстопа уходила, и чуть ветерочек подует, и все сразу вниз полетели. То есть в целом здесь, если смотреть вот по топовым, соответственно, позициям данного ETF'а, то компании вполне солидные. Ну, скажем, Boeing, Apple, Walt Disney, Amazon. То есть в частности это в том числе и крупнейшие компании американского рынка акций. То есть с диверсификацией здесь все хорошо, позиции, которые здесь удержатся, в целом вполне себе солидные и часто состоявшиеся компании. Да, там Apple, Amazon, Facebook, это уже всем известные компании. Вот, в чем здесь еще, какие еще интересные факты можно отметить про данные ETF? То, что он собрал объем активов вот под управление весьма большой за весьма маленький промежуток времени. То есть здесь, собственно, вот превысил этот ETF по информации СМИ, объем в полмиллиарда долларов объема, соответственно, чистых активов. Это весьма крутой рост для ETF'а, учитывая, что это на российском рынке, значит, ETF'ов и биржевых пивов не так много, их там 50 с небольшим. На американском рынке количество ETF'ов это несколько тысяч. И когда появляется новый, который за полмесяца такой ажиотаж собирает, такой объем активов, это весьма круто. То есть спросом стороны инвесторов данный ETF вполне себе пользуется. Вот, ну и теперь к негативным сторонам перейдем. Вот, сам ETF меня очень сильно заинтересовал. Я даже подумал, не вложиться ли в него. Но лично я для себя каких-то интересных идей здесь, в этом ETF'е, конкретно не нашел. Ну, здесь есть несколько причин. Одна из причин, потому что они, например, показывают список позиций, которые они держат в портфеле. Ну, с определенным лагом, видите, это раскрытие на 18 марта. Сегодня у нас 21 марта, да, там сейчас вот наступит 22, то есть здесь задержка примерно 3-4 дня будет получаться. Тем не менее, в чем ключевая проблема всех вот этих историй про настроение инвесторов? Когда вы инвестируете не по фундаментальным показателям, ну, мол, мы выберем акции с самыми большими дивидендами, или с самыми большими темпами роста, с самыми хорошими мультипликаторами, да, то есть не вот фундаментал, а когда у вас, значит, обоснование в формате «мы выбираем акции, вокруг которых самый большой ажиотаж, количество упоминаний в СМИ или в соцсетях», то проблема в том, что обычно в таких заходах, которые не по фундаменталу, а там по любым другим причинам происходят, тот, кто раньше всех заходит, тот обычно в плюсе оказывается. Кто позже всех заходит, тот оказывается в минусе. И вот если бы у них была некоторая секретная технология, как они отбирают такого рода акции на основе, там, упоминания в соцсетях, например, не показывая, во что они инвестируют, тогда это было бы более правдоподобно. Сейчас они показывают, во что они инвестируют, но и фишка в том, что здесь, например, их могут обыгрывать роботы, которые увидят, что ажиотаж вокруг каких-то акций возрос. Наверное, в этот ETF эти акции будут добавлены, они их купят до данного ETF, это потом, значит, данный ETF купит эти акции, ну и будет такой, соответственно, ну отчасти фронт-ранинг или просто обыгрывание данного ETF, то есть покупка перед тем, как он покупает, продажа после, ну и, собственно, роботы на этом будут наживаться, ну и high-frequency трейдеры, то есть те, кто вот высокочастотным трейдингом занимается. Есть такие большие подозрения, плюс вот тот факт, что, опять же, здесь состав ETF раскрывается, это дает намек на то, что когда они будут от каких-то позиций избавляться, например, тоже кто-то, может быть, раньше них эти позиции продаст или зашортит, ну и, собственно, вот это, на мой взгляд, очень большой минус, что они раскрывают свои позиции. Также отметим, что за полмесяца какой-то рост большой данный ETF показать не сумел, но здесь ничего удивительного особо нет, потому что марта смешанно прошел на фондовых рынках, и, конечно, акции американские обновили свой максимум всех времен, но были в том числе и коррекции, и, в частности, вот здесь была коррекция в марте по индексу NASDAQ. Почему я именно NASDAQ в данном случае беру, а не S&P? По той причине, что если вы посмотрите на список позиций в данном ETF, то прям сразу видно, что это про технологические компании, там, NVIDIA, Square, Twitter, Facebook, да, здесь компании стабильного бизнеса тип Pfizer, ну прям совсем немножко, то есть такого рода список компаний ETF, которые не входят, стоит сравнивать с NASDAQ. И вот фишка в том, что когда произошла коррекция на NASDAQ, этот ETF очень сильно упал, ну и упал заметно сильнее индекса NASDAQ. То есть одно из опасений в том, что несмотря на вот эту вот диверсификацию по 75 позициям, когда рынок будет падать, этот ETF будет падать быстрее рынка. Если, например, на NASDAQ там была коррекция в там 30 с лишним процентов, год назад представьте, что будет, если этот ETF скорректируется в два раза быстрее или в полтора раза быстрее, то есть просадка может стоять легко и 40, и 50, и 60 процентов, что, в общем-то, меня немного напрягает. Это выглядит как такая ставка на, такая более рискованная ставка на технологические компании. Ну и вот по датам можно, собственно, посмотреть. Вот по NASDAQ, собственно, этот ETF начал торговаться 4 марта. Видите, здесь на пике он был 25, затем на дне он был 22, то есть просаживался более чем на 10 процентов, почти на 12 от пика. А индекс NASDAQ за 4-5 марта от пика до дна просаживался, ну, где-то процентов на 5. Получается, что данный ETF за полмесяца торговли, торгов на Нью-Йоркской бирже, уже показал, что на коррекции по NASDAQ на 5 процентов он может упасть на 10. То есть даст таким коэффициентом. Представьте, опять же, что будет, если по NASDAQ будет какая-то существенная коррекция. Именно поэтому данный ETF лично для меня какого-то интереса не представляет существенного. Ну, может быть, когда рынок будет расти, если будет какая-то коррекция, потом рынок снова придет к росту, может быть, этот ETF будет расти быстрее. Рынка тоже, так скажем, быстрее в 2 раза растет, чем рынок, быстрее в 2 раза падает, чем рынок. Но сейчас, когда рынок на своих пиках, мне как-то не совсем комфортно в такого рода ETF вкладываться. И здесь, включая проблему в том, что со временем этот ETF может уступать по скорости входа-выхода позиций каким-то, собственно, роботом, который будет быстрее осваивать настроение инвесторов. Такая традиционная проблема всех, кто пытается раньше других зайти в какие-то позиции. В итоге часто большинство частных инвесторов, оно оказывается не первыми, а последними. Роботы их обыгрывают. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписывайтесь на комментарий, колокольчик всячески приветствуется. Плюс у нас на следующей неделе в четверг стартует программа для начинающейся подписки на готовые инвестидеи. Ссылочка будет в комментариях. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успешных инвестиций. В комментах пишите пожелания по тем будущих видео. Постараемся их разобрать. Субтитры сделал DimaTorzok